итак добрый день продолжаем рассматривать система напольного отопления ну и приступаем к следующему этапу этой конструкции подпольного отопительного прибора так ну и как вот видно из этих вот рисунок состоит система напольного отопления из следующих элементов первое это у нас настил пола дальше слой бетона дальше внутри этого бетона находятся нагревательные элементы в виде трубопроводов которые закреплены либо якорными скобами ну и либо другими вариантами следующее это нас гидро теплоизоляция дальше плита перекрытия куда эта вся конструкция устанавливается ну и в последующем то есть эта плита перекрытия должна выдержать данную конструкцию следующее это у нас пристеночная тепловая изоляция или ничего демпферная изоляция называет которая помогает при расширении и сужении в зависимости от того какая температура поверхности бетона то есть ну и компенсировать эти температурное расширение так ну и рекомендуют чтобы у у вас крайний трубопровод был не менее 300 миллиметров от внутренней стены и 500 миллиметров от наружной стены тем более еще что нужно обязательно принять во внимание это то что на пол будет в последующем установлены какие-то элементы мебели соответственно если у вас будут трубопроводы проходить в том месте где установили мебель ну считайте вот эту вот поверхность который закрывает у вас мебель пола исключается из системы подогрева ну и в последующем можно будет наблюдать что у вас конструкции мебель происходит какие-то метаморфозы непосредственно в точке соприкосновения этих конструкций ну либо если вы применяете какую-то мебель устанавливаете ее непосредственно по стенкам то устанавливаете по крайней мере с ножками чтобы часть все-таки была свободной поверхность для того чтобы у вас не было закрытия этой поверхности так здесь представлены различные усредненные конструкции пола ну и в зависимости где они находятся но в данном случае пол над неотапливаемым помещением здесь показано что тепловая изоляция может быть в пределах 30-50 миллиметров ну и показаны также элементы которые здесь можете почитать так толщина стяжки принимается от 30 до 70 миллиметров то есть от 3 до 7 сантиметров возможно так следующий полы над неотапливаемыми помещениями здесь уже толщина теплоизоляционного материала больше соответственно чтобы обеспечить основное условие что 90 процентов теплового потока должно быть направлено в обогреваемое помещение или здесь процентов должно проходить через различные конструкции вниз дальше полы на грунте здесь совсем толщина увеличивается по сравнению с предыдущими вариантами ну и если это у вас например какие-то производственные здания мы не может быть тот же самый гараж для того чтобы поверхность бетонной стяжки не разрушилась надо еще еще и и дополнительно армировать и он здесь вот обязывать трубу дополнительным армированием до того что нагрузка на пол достаточно большая автомобиль разные бывают поэтому нужно и досматривать мероприятия по эксплуатации данного пола то есть путем армирования бетонной стяжки так существует три основных конструкции подпольного нагревательного прибора первое это вот система матов с побышками как представлена вот здесь вот то есть не обязательно данной фирмы то есть у всех производителей данные варианты присутствуют то есть вы можете выбрать ту которая вам подошла там по цене по качеству ну или по соотношению цена-качество и так далее ну и вот благодаря этим бобышками здесь вот пенополистиронный купол находится для гидроизоляции внутри этих побышек прокладывается трубопровод для дальнейшего теплоснабжения следующий вариант с якорными скобами здесь уже простая конструкция тепловой изоляции здесь также лежит гидроизоляция на которой нанесена сетка для того для удобства монтажа трубопроводов ну и скрепляется эти трубопроводы благодаря вот этим якорным скобам как вариант на настоящее время например используют армированную сетку и соответствующими хомутами пристегивает трубопровод к этой армированной сетке которая тоже идет с определенным шагом крепления этой армированной против так ну и если первые два варианта относились к сырому поводу дальнейшем происходило бетонирование трубопроводов над конструкцией теплого пола то вот это вот конструкция так называемая система сухой укладки когда у вас перекрытия не могут нести достаточно большую нагрузку чтобы выдержать слой бетона то есть здесь применяется схема сухой укладки ну здесь вот соответствует теплоизоляционной конструкции которых уже производственным путем выдавлены пазы которые должны проходить трубопроводы ну и для увеличения поверхности для того что дальше будет только пароизоляция и непосредственно стил пола чтобы увеличить поверхность здесь еще есть оцинкованные листы благодаря которым увеличивается площадь обогрева данной поверхности не за счет бетонной стяжки на счет вот этих оцинкованных листов так при проектировании конструкции подпольного нагревательного прибора нужно обеспечивать минимальное требуемое термическое сопротивление слоев под трубопроводами в зависимости от того где у вас находится конструкция напольного покрытия существует минимально допустимые требования вот тут например первое помещение когда у вас снизу находится такое же подглавное помещение требуемое значение должно быть не менее 0.75 метров квадратных градусов на лат ну и показаны другие варианты здесь тоже над либо над холодным воздухом то и должно быть не менее ну либо пятый вариант это непосредственно на грунте здесь значение должно быть в пределах данного варианта то есть нужно обеспечить требуемое сопротивление конструкции под трубопроводами чтобы у вас основной тепловой поток 90 процентов не менее шел именно в обогреваемое помещение такие же есть требования к напольному покрытию во-первых когда вы будете накрывать бетонную стяжку либо сухой какими-то конструкциями напольными обязательно чтобы сумма слоев была меньше на 15 метров квадратных градусов деленное на ватт ну и вот здесь представлены различные варианты материалов напольных покрытий начиная от керамики синтетических материалов ковров и паркетов толстых ну и толстых ковров как видим что толстый паркет значение уже близко к значению границе требуемого сопротивления которое должно быть ниже здесь они равны нужно внимательно за этим следить то есть если у вас будет данное значение то есть это у вас по сути тепловая изоляция и тем самым тоже уменьшаете тепловой поток который поступать будет помещение 90 процентов а делаете меньше на соответствующий процент какое у вас сопротивление выше минимально допустимого при максимально допустимый так при конструкции подпольного нагревательного прибора обращает внимание на три фактора первый фактор это размер трубы изначально труба для напольного покрытия была равна 20 миллиметров толщиной 2 миллиметра при уменьшении диаметра либо увеличения то есть тепловой поток равен единице при 20 увеличивается на определенный процент если уменьшаем трубопровод и увеличим тоже мешает в зависимости от того какие значения вы хотите получить с одного метра квадратного пола второй важный фактор это глубина укладки во первых глубина укладки находится в основной зависимости от от температуры теплоносителя системе ну и как я говорил что при большей глубине укладки будет температура поверхности приблизительно равномерной ну и рекомендуемая глубина укладки это 3,7 миллиметра так если будет близко к поверхности то будут скачкеобразные температуры на поверхности пола что достаточно некомфортно находиться человеку на этой поверхности ну и если вас более глубоко лежит соответственно температура поверхности пола будет равномерно но и также зависит от расположения а у вас трубок будет находиться ближе к поверхности пола либо наоборот ниже от поверхности гор которойおっ будет и з사를 там где деревянные поверхности вот соответственно можно трубопровод располагать ближе к поверхности ну и также при бетонировании нужно обеспечить связуемость бетона чтобы внутри отсутствовали какие-то воздушные поры которые тоже являются теплоизоляционным материалом мы тем самым теряется тот основной тепловой поток который поступает посредством помещения существуют специальные жидкости для более стойизуемости бетона то есть их необходимо тоже использовать при укладке систем напольного или конструирование систем напольного отопления ну и третья величина это шаг укладки трубопровода изначально шаг укладки был 300 миллиметров применялся в основном в скандинавских странах ну и также необходимо учитывать колебания температур по всей поверхности пола ну и как показывает исследование что человек не ощущает колебаний температур менее 2 градусов сельсия ну и вот здесь показано что шаг укладки трубы 300 миллиметров на минимально 30 миллиметров глубине достаточно поддержит комфортную температуру чтобы человек не почувствовал колебания температур но и вот то что мы говорили он здесь вот представлена на рисунке но глубина расклад закладки трубопроводов изначально тоже было принято 50 миллиметров то есть 5 сантиметров ну и уменьшение уменьшает тепловой поток увеличение увеличивает тепловой поток ну и также шаг укладки то есть был принят 300 миллиметров уменьшение вроде как здесь уменьшает тепловой поток увеличение шага увеличивает но в окончательном варианте чтобы у вас получить именно все необходимые ваты с одного метра квадратном площади пула нужно совместить три вот этих вот три вот этих составляющих три графика чтобы получить результирующую то вы необходимые ваты которая вам требуется с одного одного метра поверхности пола следующим немаловажным фактором который влияет на конструкцию подпольного нагревателя теплых полов это так называемые деформационные швы которые необходимо устраивать для того чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкции ну и чтобы они воспринимали температурное расширение и тем самым компенсировали их внутри конструкций пола где они обычно устраиваются ну во первых по периметру возле стен дальше для ограничения площадей то есть максимальная поверхность которую можно залить в бетон и составляет 40 метров квадратных ну и соотношение длины и ширины принадлежения должно быть не более двух к одному то есть 3 1 уже не подходит 3 к одному дальше максимальная длина боковых поверхностей должна быть менее 8 метров либо равна дальше в узлах соединения различных конструкций лестничного марша с лестничной площадки и так далее дальше при проходах через проемы различные в том числе ядерные ну и при сложной форме площадей там п-образной, т-образной и г-образной формы так ну и вот здесь вот показаны варианты размещения деформационных швов в зависимости от того что у вас представляет конфигурация вашего помещения вот например г-образной, а з-образной ну здесь тоже вот показан г-образный вариант ну и деформационный шоу должен проходить в тех местах где минимальное количество трубопроводов проходит через этот деформационный шоу ни в коем случае не в контуре должен находиться а на границе этих контуров ну либо непосредственно при выходе из помещения то есть обычно деформационный шов устраивается в транзитных трубопроводов которые непосредственно подходят к контуру напольного отопления что из себя представляет конструкция деформационного шва бывает двух вариантов на всю длину бетонной стяжки ну и на часть бетонной стяжки так состоит значит покрытие пола дальше стяжка бетонная сам деформационный шов то есть толщина там изоляции эндомфирующей 10 миллиметров дальше защитный кожух трубы по которой трубопровод может перемещаться как вертикальной так и горизонтальной плоскости причем от этого деформационного шва по пол метра в каждую сторону ну и общая длина будет составлять 1 метр дальше трубопровод гидроизоляция и непосредственно несущая конструкция еще здесь тепловая изоляция присутствует так ну и второй вариант это не на всю длину а на часть длины поверхности бетонной стяжки тот же самый принцип то есть у вас должен быть защитный кожух по полметра в каждую сторону этого деформационного шва ну и тем самым обеспечивать движение трубопровода двух плоскостях для того чтобы в дальнейшем в этом месте не произошел узлом и разрыв трубопровода так что из себя наглядно представляет вот показано здесь то есть специализированные линейки на которых укладывается защитный кожух внутрь прокладывается трубопровод а потом уже надевается вот деформационная лента 10 миллиметров но и вот так же показано различные конструкции где помещениях различной формы необходимо устанавливать эти деформационные швы так следующим немаловажным этапом это критерии греющих контур при конструировании систем напольного отопления ну во-первых разница температур на входе и выходе должна быть 5-10 градусов скорость течения воды в трубах должна составлять от 0,1 до 0,6 метров в секунду длина греющей петли должна быть в зависимости от диаметра трубопровода и не превышает например 14 или 80 метров 16 и 120 метров 120 метров ну и 20 миллиметров 150 метров стараться делать так чтобы потери давления в контуре были не более 20-25 кило паскаля ну или два два с половиной метра дальше предполагается что основной тепловой поток идет в помещении то есть не менее 90 процентов количество тепла который доставляется непосредственно греющими элементами это трубопроводами дальше шаг между трубами греющей контура нужно определять зависит от того какой вы тепловой поток хотите получить с одного метра квадратного площади пула то есть это выбирается исходя из параметров теплоносителя дальше типы покрытия палок ну и температуры помещения ну и в последующем когда будете задевать непосредственно греющие контуры у вас все равно трубопровод тоже должен находиться под давлением минимум 3 бара 3 атмосферы приблизительно чтобы не происходило замятие трубопроводов тем самым не ограничивается сечение трубопроводов для прохождения тепла относительно так ну здесь показано различные варианты конструкций систем напольного отопления различных зданий помещений и так далее то есть можно посмотреть обязательно когда вы конструируете ну во первых можно указывать контур шаг укладки длину контура диаметр трубопровода то есть какую мощность он компенсирует ну и еще в обязательном порядке необходимо оставить ту настройку которая у вас будет непосредственно в коллекторе ну и вот здесь вот вариант схематичности показана схема принцип тот же самый то есть как укладывается ну и в последующем те же самые условные обозначения вот вариант то есть коллектора также нужно показать в разрезе что и вас что вся представляет конструкция пола где находится у вас предстеночная изоляция демпферная лента где находится трубопроводная стяжка тепловая изоляция с гидроизоляцией ну и также указывается номер контура настройка если у вас есть коллектор с настраиваемыми элементами клапанами ну и также здесь вот представлены тоже варианты раскладки причем можно транзитные линии использовать непосредственно для например напольного утопления у данного помещения это у нас не что иное как кухня казалось так ну и показаны варианты простая укладка улиткой спирали мы с учетом пристеночных зон граничных зон более частым шагом укладки так дальнейшем все эти контура собирается в общий коллектор который вам здесь представлен ну и в дальнейшем то есть системы трубопровода там стояков и так далее непосредственно подходит к источнику теплоснабжения то есть непосредственно система от системы напольного отопления здесь представлено ну либо есть еще один вариант когда вы не устраиваете дополнительные коллектора для систем напольного отопления например воспользовались тем что у вас есть радиаторы и раскладку трубопроводов осуществлять непосредственно то есть это вот подающий трубопровод от обратного трубопровода ввиду того что проходя отопительный прибор то есть поносительный остывает ну и та температура которая выходит из этих прибора уже достаточно и необходимо для системы напольного отопления и в дальнейшем можно использовать его контуры отопления совмещая с радиатором отопления так ну и подключая к коллектору система напольного отопления да и любую систему отопления здесь необходимо иметь ввиду минимальное расстояние от пола и между коллекторами то есть где у вас находятся будут регулировочные клапаны на расходомеры петли прокладывается непосредственно в полу ну и рекомендация чтобы петля обслуживала группу помещений одного потребителя ну и также к одному коллектору лучше подключать и более 8 петель это обусловлено тем что в дальнейшем будет более легкое регулирование ну и в результате эксплуатации будет экономия энергетических ресурсов так ну и вот на этом остановимся конструирование стены напольного отопления и до дальнейшего видео всем спасибо за внимание удачных расчетов до следующего видео